И доброе-доброе утро, дорогие радиослушатели, присоединившиеся буквально прямо сейчас зрители канала Саха-24. Вы смотрите. Ну, давайте назовём рубрику «Доброе утро» сегодня, потому что, ну, не вписываемся мы в рамки Якутска только. Поскольку сегодня, когда все абсолютно почувствовали такое непосредственное дыхание весны, мы официально, официально, ну, если не считать, скажем так, вбросов наших коллег в социальных сетях, официально объявляем о том, что 1 апреля НВК Саха проводит впервые после многолетнего перерыва акцию гигантского масштаба, который будет назваться «Весна на НВК». 1 апреля с 7 утра до 8 вечера в прямом эфире и радио, и телевидение мы и наши коллеги будем, скажем так, поздравлять всю республику с наступившей весной, дарить море позитива, устраивать различного рода конкурсы, которые уже объявим буквально вот на днях. И гость нашей сегодняшней студии, генеральный продюсер всего этого действия, Олег Марков, который многим известен как и спортивный комментатор, и как второе лицо в нашей компании. Здравствуйте, Олег Олегович. Доброе утро, город Якутск. Доброе утро, Дима. Да не только город Якутск, я надеюсь, что мы с помощью интернета вещаем и на республику, и на другие сопредельные, не только страны. Я еще раз, откуда взялась вообще вот эта идея провести некий такой телемарафон? Насколько я знаю, давно, давно мы на такое масштабное действие не сподвигались. Ну, начнем с того, что мы уже давно думали, чтобы такое провести, грандиозное, большое, да, чтобы национальная вещательная компания САХА объявила о каком-нибудь большом телерадиомарафоне, где бы участвовала вся республика. Цель наша будет охватить всю республику, чтобы все жители нашей республики необъятные с утра до вечера сидели у экранов телевизора и радовались весне, да. Ну, официально весна как бы наступает 1 марта, но все-таки 1 апреля это обычно проводы зимы, да. Мы официально объявим, что весна пришла к нам в Якутию 1 апреля. Эта идея давно витала, и с помощью, благодаря генеральному директору национальной вещательной компании САХА Ивана Михайловича Андросова все-таки было решено провести вот такую вот акцию. Поэтому, я думаю, будет очень интересно. Наши телезрители, наверное, пока не знают, но уже потихонечку начинают вникать, что же все-таки нас ждет, потому что мы потихонечку начинаем промо-акцию проводить, что 1 апреля будет что-то некое интересное. Ну, а сегодня впервые мы официально здесь объявим о том, что 1 апреля будет большое событие у нас, телерадиомарафон. То есть с утра, с 7 утра, радио САХА начнет телерадиомарафон, и примерно до обеда будет идти прямой эфир, где будет участвовать вся республика на этом радиомарафоне. Радиомарафон свяжет всю республику с городом Якутском, ну а конкретно в городе Якутске в обеденное время начнется концерт на площади Open Air, мы его так назвали, Open Air, весна на НВК, на площади театра оперы и балета. На площади театра оперы и балета будет большой концерт с участием звезд Якутской эстрады, ну а после обеда у нас начинается телемарафон, который продлится до вечера, где будет разыгрываться много разных призов, и я думаю, что многие-многие жители нашей республики станут обладателями хороших призов, и не только. И не только. Давайте мы попросим наших режиссеров связаться, чтобы подчеркнуть масштаб вот всего этого мероприятия, давайте, и не только жители, вот насчет жителей мы вернемся чуть попозже. Давайте мы свяжемся с заместителем генерального директора целевого фонда будущих поколений, который с большим интересом пошел навстречу нашему предложению устроить нечто совместное. И Наталья Исаковна Оленева с нами на прямой связи, заместитель генерального директора. Наталья Исаковна, доброе утро. Доброе утро. Да, Олег Марков и Дмитрий Аргунов с вами в прямом эфире. Просто мы хотели бы, чтобы все радиослушатели, все телезрители услышали не от нас о том, что фонд будущих поколений выступает партнером нашего такого грандиозного мероприятия, и что в совместном плане мы объявим. Давайте мы проанонсируйте неофициально так. Да. Целевой фонд будущих поколений объявляет конкурс экологических проектов, посвященный году экологии, объявленной президентом Российской Федерации. Сумма конкурса будет составлять где-то порядка одного миллиона рублей. Порядка одного миллиона рублей. И чтобы, скажем, детально возникнуть, совместно с продюсерами НВК, фонд будущих поколений, разработает положение такого конкурса проектов, направленных на улучшение экологии в отдельно взятых поселениях. В конкурсе могут принимать участие администрации муниципальных образований, наслегов и общественные организации, которые припаркованы, скажем так, в этих самых наслегах. И совместными усилиями, совместным жюри мы выберем лучший наслег или лучшую общественную организацию какого-либо наслега, который разделит, вернее, три призовых места будет. И они совместно разделят один миллион рублей. Кому-то из наслегов достанется, ну, меньше, я так подозреваю, что где-то полмиллиона, да? Где-то, да, 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 совершенно верно. Лучший наслег, который примет активное участие в конкурсе экологических проектов, это на улучшение экологии в отдельно взятых поселениях, еще раз, приз за первое место 500 тысяч рублей, за второе место 300 и за третье 200 тысяч рублей. Я призываю всех жителей совместной нашей акции с Целевым фондом будущих поколений, кстати, в рамках нашего телерадиомарафона, Целевой фонд будущих поколений выступит не только в качестве соорганизатора вот этого экологического конкурса. Но об этом мы пока до, скажем так, актуальности всего действия сохраним немножко интригу. Согласна с этим, Наталья Исаковна? Да, да. Да, давайте сохраним интригу, но еще раз говорю, крупнейший фонд, Целевой фонд будущих поколений уже стал партнером нашей акции «Весна на НВК». Олег Олегович, вот как ты видишь проведение вот этого конкурса? Спасибо, Наталья Исаковна, мы остаемся в студии. Да, ну, остается только поблагодарить Наталью Исаковну и генерального директора Фонда будущих поколений Сергея Васильевича Месникова за то, что они согласились стать нашими партнерами. Но сразу я скажу, что Целевой фонд будущих поколений будет не единственный спонсор этого мероприятия. Ну, а то, что они согласились на такую огромную сумму, это, конечно, говорит о многом. Это говорит о том, что уже сегодня должны на слега готовиться к этому конкурсу. К конкурсу объявится 11 марта. С 11 марта до 1 апреля подготовить план мероприятий, который им зададут. То есть они уже до 1 апреля должны подготовить полностью проект, который будет связан с годом экологии. В наслегах, как вы уже сказали, это могут быть и школы, и детские сады, и муниципальные образования. Я думаю, 500 тысяч рублей для наслега для одного проекта – это очень хорошая сумма. Поэтому я очень надеюсь, что очень активное участие примет вся республика в этом конкурсе. Ну, а итоги мы подведем 1 апреля уже у нас в эфире. Да, кто-то из представителей какого-то наслега, которые покажут себя в лучшем виде в деле сохранения экологии своего родного села, получат 500 тысяч рублей от Фонда будущих поколений и от НВК Саха. Еще раз говорю, проект совместный, и он не единственный, кстати. Мы в рамках нашего телерадиомарафона объявим еще и много других сюрпризов. Кстати, вот то, что Олег Олегович говорит, не единственный партнер. Партнеров мы набираем, продюсерская группа работает в полной мере, ваш покорный слуга тоже является участником данной, скажем так. Что это такое, продюсеры НВК? Давайте немножко вот такой. Да, надо сказать, что НВК Саха, ну, уже многие наши телезрители знают, что мы должны перейти на продюсерскую модель вещания, на продюсерское телевидение. НВК Саха готово готовиться, и весна на НВК станет, наверное, одним из самых серьезных первых проектов, за которые возьмутся продюсеры нашего канала. То есть мы создали творческую бригаду, где определили продюсеров, которые отвечают каждый за свою линейку. Это не только поиск партнеров, это и создание видеороликов, создание прямых эфиров, на радио отдельные продюсеры, на телевидение отдельные продюсеры, у нас отдельные продюсеры по концерту. Ну и совместно все эти продюсеры должны создать 1 апреля, должны совместно продюсеры сделать так, чтобы 1 апреля вся республика сидела у экранов телевизора и с утра включила радио. Это очень большая задача, насколько мы справимся с этой задачей, покажет время. Ну а то, что касается фонда будущих поколений, то насчет этого приза, да, вот все уже поняли, что будет вот такой вот замечательный приз, и желаем удачи на слегам. Также мы собираемся проводить акцию «Тимуровское движение» среди выпускников школ всей республики. То есть хотим, чтобы выпускники школ, которые в этом году заканчивают 11 класс, взялись за доброе дело и вступили как в «Тимуровское движение». То есть в городе Якутске объявлен год добра, и я думаю, что это не только в этом году должно быть всегда, и не только в городе Якутске, в республике должно быть добро, и мы должны творить добро. Поэтому мы призываем всех выпускников школ на «Тимуровское движение», чтобы они вышли со своим классом и сделали какое-то доброе дело для своего наследия, для своего города, и тем самым они будут участвовать в нашем конкурсе. Победитель этого конкурса «Тимуровское движение», то есть лучший выпускной класс, который сделает лучшее доброе дело, по итогам отчета будет праздновать свой выпускной бал на реке Лена, так скажем. Скажем так, на реке Лена. Но с присущим, а пломбом присущим. И еще раз говорю, мы сохраняем немного доли интриги. И все-таки я хотел бы, наверное, сделать такую ремарочку, что это не в чистом виде «Тимуровское движение», то есть это вписывается не только бабушке одинокой наколоть дрова, помогать за скотиной ухаживать и так далее, это еще и совместная работа на каких-либо наследового плана объектах, допустим, строится клуб или школа или детский сад, и там, если вот этот выпускной класс примет активное участие, это тоже будет засчитано в копилку их актива, скажем, того действия, которое будет учтено в наших конкурсах. Еще раз говорю, это только два конкурса, которые мы, в принципе, можем сегодня обозначить. А с реальным положением дел, вернее, какое количество конкурсов, там будет конкурс хештегов, конкурс селфи, конкурс мини-роликов, конкурс для самых маленьких, конкурс творческих каких-то проектов и так далее. И за все вот это все те участники будут, скажем так, награждаться морем позитива. Ну, что к этому будет прилагаться, это, конечно, все узнают 1 апреля именно в рамках телерадиомарафона «Весна на НВК». Еще раз, в социальных сетях замечайте хештег «Весна на НВК». Отмечайте своих друзей, активнее участвуйте во всех тех начинаниях, которые наши коллеги приурочивают к этому дню. И во второй половине мы расскажем, что же... Вот мы поговорили о наследях, поговорили о крупных каких-то. И что же ожидает население Якутска. Все-таки рубрика называется «Якутск сегодня». И значительная часть вот этого нашего марафона будет посвящена именно городу Якутску. Так что ждите второй половины с Олегом Марковым. И мы с моим коллегом, начальником Олегом Марковым продолжаем расписывать, скажем так, те анонсы, которые мы пока на сегодня можем сделать по поводу грядущего 1 апреля телерадиомарафона «Весна на НВК», который сплотит всю республику формой таких конкурсов, домашних заданий, каких-то творческих подходов ко всему. И апофеозом всего этого действия, конечно же, станет концертная программа, которая будет разработана силами творческого коллектива НВК. Дело в том, что у нас есть огромные наработки и по различным родам концертным программам, конкурсным программам, творческим программам. И лучшее из всего этого наработанного будет представлено с 14 до 16 часов. Вернее, мы начнем где-то уже в 13 часов на площади Дружбы народов. Кстати, огромное спасибо за поддержку коллективу и руководителя Государственного театра оперы и балета за то, что пошли тоже в данном деянии навстречу. И опен-эйр, который прогремит с 14 до 16, это официальное время раздачи чего? Купонов. Давайте так скажем, купонов. Каждый человек, который придет на площадь оперы и балета, на площадь Дружбы, тот получит купон, который подарит ему настроение. То есть, давайте конкретно все раскроем по этому поводу. То есть, все жители города Якутска, которые подойдут на концерт, они получат бесплатные купоны, где будут отмечены номера. То есть, каждый купон будет пронумерован. И после концерта, после опен-эйр мы сразу всех отправим за экраны телевизоров. Домой. Да, домой, чтобы все сидели, смотрели эфир МВК Саха. И по этим купонам будут разыгрываться различные роды сюрпризов. То есть, говоря о том, что на площади Дружбы будут раздаваться купоны, мы не забываем и о всей республике. То есть, с помощью наших филиалов мы раздадим купоны и все республики. То есть, все районные центры, во всех районных центрах тоже будут купоны. Сейчас мы точно не можем сказать, получат ли их на слега, но в районных центрах купоны точно будут. И по этим купонам наши телезрители будут следить за нашим эфиром. И, конечно, наиболее везучие получат хорошее настроение и хорошие подарки от НВК Саха. Супер-призы я бы без ложной абсолютно скромности сказал. Кому-то из счастливчиков достанутся, еще раз говорю, энное количество народу очень таких медийных лиц. Возьмите Анна Кириллина, Михаил Сергеев. Да что ж скрывать. Дмитрий Аргунов работает в данном направлении. То есть, подготовки данного телерадиомарафона. Вы не удивляйтесь, если подойдет, допустим, Анна Кириллина, скажет, я продюсер НВК, она абсолютно официально является продюсером, исполнительным продюсером НВК Саха по части того, что будет твориться на площади. Как будут раздаваться купоны и как, возможно, будут избежать дублирования и так далее, это все наши технические вопросы. Еще раз говорю, купоны эти с себя сорвать будет невозможно. То есть, мы используем и опыт клубных систем контроля, и наших волонтеров привлечем, которые будут стоять на раздаче вот этих купонов. Еще раз, мы хотим на площади дружбы собрать не менее 3-4-5 тысяч человек населения города Якутска. Погода будет шептать, настроение будет шептать. Вы будете предвкушать замечательные призы и подарки от НВК и от его партнеров, раздача которых начнется сразу после опен-эйра. То есть, в 16 часов мы даем какую-то буферную зону, и, наверное, часов с 17-18 начнется вот такое вот действие. Назовем это, мы дарим хорошее настроение. Да, самое главное – это хорошее настроение. Самая главная задача, главная цель – мы должны подарить хорошее настроение и настроить на весну всех жителей нашей республики. Ну, кстати, вот по поводу роликов, которые призваны дарить хорошее настроение. Замечательно вот этот, на самом деле, бычок и его хозяин, который смотрит по смартфону трансляцию спортивного мероприятия. И я знаю, что этих роликов просто беспримерное количество. Кто сидит и готовит эти ролики? Ну, насчет роликов, да, ну, насчет роликов я говорил уже, о продюсерском центре, о продюсерах наших. Энное количество продюсеров получили задание, чтобы было такое настроение на нашем канале, то есть, чтобы готовили эти ролики. Эти ролики выходят не только у нас на канале, вы, наверное, их видели и в социальных сетях. У нас есть отдел промо, который днями и ночами занимается только этими роликами, ролики, которые должны подарить человеку улыбку и хорошее настроение. В общем, этих роликов, которые сегодня уже выпущены, уже более 20 штук. Ну и до 1 апреля этих роликов будет еще несколько, да, еще два раза больше. Два раза больше. Да, два раза больше этих роликов будет. Так что все настраиваемся на НВК «Сахай» и на позитивное настроение. Весна, любовь. И все-таки хотелось бы, поскольку я ответственно еще раз говорю за ту часть, которая будет происходить за Open Air, все-таки Якутск, Туймада – это столица, средоточие всей Якутии. И здесь не только административно, но еще и культурно, еще и образовательно и прочее-прочее-прочее центр нашей республики. И мы очень рассчитываем на поддержку и окружной администрации. города Якутска. И на те организации и учреждения, которые расположены именно в столице, то, что вы поможете, именно вы поможете нам на очень достойном уровне провести вот тот праздник добра, веселья, весеннего настроения, любви, наконец, которую мы собираемся дарить всему-всему населению республики, где бы наши люди не проживали. Либо в Сосклахе, либо в Алдане, Нерюнгри, в Мае, в Чурапче, без разницы, все без исключения получат хорошее настроение от, еще раз говорю, от акции, первой в своем роде акции телерадиомарафона «Весна на НВК». И, Олег Олегович, на завершение нашего с вами спича, давайте еще раз на что обратить внимание. Да, ну и я хочу обязательно подчеркнуть то, что мы тем самым, да, такими акциями хотим привлечь внимание народа, хотим привлечь внимание наших телезрителей о том, что мы меняемся и меняемся в лучшую сторону. Мы хотим, чтобы наши зрители радовались ежедневно, и, естественно, после 1 апреля, после такого телерадиомарафона изменится и сама картинка канала. То есть будут новые проекты, то есть будут что-то новое, что-то другое, мы хотим меняться, хотим меняться вместе с нашими телезрителями. И такая акция будет не только весной, мы обязательно сделаем и лето на НВК, и осень, и зиму на НВК. То есть периодами, то есть кварталами мы будем вместе с нашими телезрителями менять наше телевидение и радио. Конечно же, менять будем в лучшую сторону. И еще раз, поскольку мы на радио, в какой-то мере в основном эфире, еще раз очень много будет зависеть от наших коллег из радиовещания. Максим Березин также входит в число первых лиц, которые руководят вот этим процессом телерадиомарафона. Весна нам с 7 до 14 часов, это все-таки огромный период времени, это больше, чем телевизионная часть, и она будет нести такую подготовительную роль. И наши филиалы должны отработать четко и безукоризненно, чтобы вот система вот этих купонов сработала не только в Якутске, а еще и в Чурапче, в Амге, в Иссык-Кюле, в Бердегистяхе, в Мирном, где угодно. По всей республике, еще раз, наши филиалы должны отработать совместно с головной студией всю вот эту акцию на идеальном, безукоризненном и четком уровне. Знаете, вот, Дима, мы тоже думали об этом, о том, что вся республика должна быть, потому что у нас во всей республике есть филиалы, а также у нас есть филиали в Москве, в Санкт-Петербурге и в городе Хабаровск. Знаете, неплохо было бы привлечь и наших земляков, которые проживают в столицах Дальнего Востока, в столице нашей страны в Москве и в Санкт-Петербурге. Было бы очень неплохо. Они бы тоже следили за нашим эфиром, за нашим телерадиоэфиром, по радио и по НВК Саха. Сегодня это возможно через наш сайт nvkonline.ru, и тем самым мы бы привлекли внимание еще и к нашему онлайн-вещанию. А участвовать, скажем так, наши запредельные почитатели будут в своего рода интерактивах? Почему бы не разработать, допустим, какой-то отдельный конкурс почитателей НВК, допустим, из ближних зарубежей или что-то типа такого? Почему нет? Почему нет? Почему нет? Мы же знаем, что энное количество народа смотрит не только в России, но еще и в сопредельных странах, еще и в дальнем зарубежье. Мы получаем хорошие вести из Соединенных Штатов, вот буквально на днях наши земляки Иван Бедволюбский вручил памятный, ну не сувенир, а, скажем так, памятный знак, основатель, легенде мирового бодибилдинга Арнольда Шварценеггера. Почему нет? И всех, которым историческая родина, ну с чего начинается родина и так далее, прочая лирика, кому немаловажна жизнь Якутии, кому немаловажна жизнь населения Якутии, родственников, знакомых, друзей, всех мы призываем еще раз подключаться 1 апреля к эфиру нашего телерадиоинтернет-канала. Еще раз говорю, это будет мультимедийная площадка, где будет происходить море интерактива и море позитива будет не то что разыграно, просто подарено вот так вот. Берите позитив, мы такие. А мы действительно такие. Просто еще раз говорю, если вкопаться в какую-то смысловую глубину, мы же такие. Просто так берем и дарим хорошее настроение. И Олег Олегович, спасибо за то, что официально на уровне заместителя генерального директора объявили именно в нашем эфире о том, что 1 апреля все население республики и почитатели эфира национального телевидения ждут огромного масштаба сюрприза. То, что фонд будущего поколения сегодня тоже на официальном уровне сказал, что... Что они согласны. Да, что они согласны, что они на лучший проект совместно с НВК САХА по развитию экологии на слегах выделяют призовой фонд в размере 1 миллиона рублей. Спасибо еще раз фонду будущего поколения, спасибо всем нашим потенциальным и уже состоявшимся партнерам. Их пока персонально озвучивать мы не будем. Смотрите наши эфиры в наших эфирах и утренних, и вечерних, и новостных. Все это будет освещаться в полной мере. Весна на НВК уже буквально через 4 недели. Мы официально объявляем телерадиомарафон 1 апреля. Спасибо, увидимся.